Всем добрый день! Как вы поживаете? Давайте сегодня узнаем, когда употреблять предлог в, а когда на. Если мы говорим о предметах, таких как стол, шкаф, холодильник, коробка, комод, то предлог на означает расположение на поверхности предмета, сверху, а в внутри предмета. Положить подушку на комод. Положить подушку в комод. Ноутбук на столе. Ложка в столе. С объектами, не имеющими четких границ, такими как трава, чаще всего можно использовать и предлог в, и предлог на. Мы устроили пикник на траве. В траве спряталась собака. Итак, если один предмет явно расположен на поверхности другого, мы используем предлог на. На полу. На столе. На столе. На земле. По логике языка, эта поверхность представляется чем-то открытым, неограниченным сверху. на улице. На мосту. На берегу. На остановке. На берегу. На площади. На площади. На балконе. На балконе. На стадионе. На рынке. На стадионе. На стуле. На диване. На тарелке. На горе. На острове. На дороге. На дороге. На дороге. А также предлог на используется, когда мы говорим о сторонах света. На юге. На севере. На западе. На западе. На востоке. Исключение. Мы используем в, когда говорим о водоёмах. Подразумеваем нахождение в воде. В реке плавает рыба. Слон плавает в море. в море. Также в используется со словом кресло, если речь идёт о человеке, сидящем в нём. Сидеть в удобном кресле. и со словом «рука». «Яблоко в руке». «Яблоко в руке». предлог в используем, когда говорим о предмете, находящемся в пределах другого предмета. предмета. То есть, второй представляется чем-то закрытым, как коробка или имеющим чёткие границы. в квартире, в городе, в доме. в гараже, в стране, в лесу. в парке, в подвале, в саду, в пакете. «Исключение». на родине, на фабрике, на вокзале, на заводе, на складе, на этаже. Если мы говорим не о материальных предметах, о событиях, то чаще всего используем предлог «на». на уроке, на лекции, на выставке, на встрече, на концерте, на мероприятии, на опере. мы можем сказать и в опере, но тогда это будет означать «в здании оперы». «Исключение». «Исключение». «В путешествии». «В путешествии». «В отпуске». «В поездке». «В командировке». «В пути». «В кино». «В кино». «Я не могу упомянуть в рамках этого видео абсолютно все исключения, связанные с употреблением предлогов. Поэтому вам могут встретиться и другие, которые просто нужно запомнить. Пока все. Всем отличного дня!